Здравствуйте, я представляю Институт Фрэнтон, травматология и ортопедии. Мой разговор будет посвящен множественной меломе позвоночника. Я не имею конфликта интересов. Множественная мелома позвоночника, она проявляется остеолитическими процессами в кости и может проводить к патологическим переломам позвонков. Если говорить о лечении опухоли позвоночника в глобальном сфере, то необходимо учитывать несколько составляющих. Это неврологическая составляющая, так как опухоль в позвоночнике может вызывать механическую компрессию нервной структуры, проявляться неврологическим дефицитом. Это онкологическая составляющая, так как лечение множественной меломы является в основном консервативным. Оценка механической составляющей, патологический перелом на фоне множественной меломы, к сожалению, сейчас с успехом лечится только с помощью хирургического лечения. И также оценка системного распространения опухоли, так как это влияет на соматический статус пациента. Целью нашего исследования являлась оценка исходов оперативного лечения пациента с множественной меломой позвоночника. Было приведено ретроспективное когортное исследование, в которое были включены пациенты с подтвержденным гистологическим диагнозом, а также те пациенты, у которых была нестабильность позвоночника на фоне патологического перелома и прогрессирующим нервологическим дефицитом. Мы оцениваем демографические параметры пациентов, локализацию опухоли, выраженность неврологического дефицита и болевого синдрома, а также выживаемость пациентов после оперативного лечения на позвоночнике. Институт Фредден обладает достаточно большим опытом лечения пациентов с опухолем позвоночника. За более чем 15-летний период было приобрено почти 1500 пациентов с опухолем позвоночника, и удильная доля пациентов с множественной меломой составила достаточно большой процент среди этих пациентов. По критериям включения было отобрано 46 пациентов с множественной меломой. В основном это были женщины со средним возрастом 58 лет. И это были в основном пациенты старшей возрастной категории. 20% из этих пациентов имело только нестабильность на фоне патологического перелома, но подавляющая часть больных имела компрессия нервных структур, и небольшая часть из этих больных не имела нервологического дефицита на фоне компрессии. Большинство поражений позвоночника имело множественный характер. Только четверть пациентов имело солитарные очаги в позвоночнике, но эти очаги сочетались с поражением других костей и скелета. Большинство пациентов имело умеренное выраженность функционального нарушения по шкале яйцок, и также сопутствующую соматическую патологию. Четверть пациентов прошла химиотерапию до оперативного лечения на позвоночнике, 7% лучевую терапию, и 14% получали бисфосонаты до оперативного лечения. Хирургическое лечение заключалось в декомпрессии нервных структур путем удаления задних структур пораженного позвонка и кюритажем опухоли по возможности до здоровых костных тканей для того, чтобы обеспечить адекватный локальный контроль опухоли. Данная процедура сочеталась с инструментальной фиксацией позвоночника для обеспечения стабильности позвоночного столба. Два клинических примера. Пациентка 57 лет, которая имела патологический прелом на уровне 7-го грудного позвонка. По данным биопсии была диагностирована множественная мелома. Пациентка не имела нейрологического цито, однако по рентгенограмме мы видим, что имела значительную геофатическую деформацию грудного отдела позвоночника, что в свою очередь потребовало приедение такого оперативного лечения с инструментальной стабилизацией позвоночника до компрессии на уровне пораженного позвонка и восстановлением передней опорной колонны позвоночника. Другой клинический пример. Пациентка 52 лет, которая имела литическое поражение крестца, по сути, нестабильность тазового кольца на фоне множественной меломы и умеренной выраженности неврологический дефицит фрэнкельца. Оперативное лечение этой пациентки заключалось в откомпрессии на уровне пораженного отдела позвоночника и инструментальной фиксации для того, чтобы обеспечить стабильность позвоночника и тазового кольца. Также конструкция была укреплена с помощью костного цемента, так как у пациентки было распространенное поражение костей скелетом. В целом болевой синдром после оперативного лечения регистрировал данные категории пациентов. Были отмечены статически значимые различия. Неврологический дефицит. Большинство пациентов улучшило свой неврологический статус после операции по крайней мере на одну ступень по шкале Фрэнкел. И при этом доля пациентов, которые не могли передвигаться самостоятельно после операции, статически значимо также уменьшилась после оперативного лечения. Общая выживаемость составила 95 месяцев. По сравнению с литературными данными, это достаточно хорошие результаты. Для выявления факторов риска, влияющих на выживаемость пациентов, был проведен анализ с помощью модели пропорциональных рисков кокса. Было выявлено, что возраст, полосоматический статус, а также лучевая терапия и беспосадные после оперативного лечения не влияли на выживаемость, в то время как лекарственная терапия и неврологические нарушения после оперативного лечения влияли как раз-таки на продолжительность жизни. Что касается неврологического статуса после операции, пациенты, которые не могли передвигаться самостоятельно, имели статически значимые худшие продолжительность жизни после операции. Медиана составила 19,5 месяцев. При сравнении пациентов, которые получали и не получали химиотерапию после оперативного лечения, мы также отмечаем, что имелась статически значимая разница. Те пациенты, которые получали химиотерапию, имели медиану выживаемости 105 месяцев после операции. Количество осложнений было 60%. В принципе, хирургическое лечение при опухолях позвоночника ассоциировано с высоким количеством осложнений, так как это достаточно агрессивный тип хирургии. По нашим данным, число неврологических осложнений было невысоким, но однако они носили драматический характер после операции. Однако все пациенты в этом исследовании, они, в общем-то, улучшили свой неврологический статус после осложнений и были выписаны с купированными неврологическими расстройствами после операции. Наиболее частыми осложнениями в ранний послеоперационный период были осложнения со стороны раны, послеоперационная гематома, глубокая инфекция раны и ликварея. В позднем послеоперационном периоде наблюдались осложнения со стороны инструментальной фиксации. Это переломы имплантов, нестабильность имплантов и изменения в переходных отделах позвоночника. Число соматических осложнений было невысоким. Местный рецидив выявился у четырех пациентов после операции. Мы не нашли статически значимых различий между выживаемостью пациентов, у которых были осложнений и у которых осложнений не было. В качестве дискуссии, для чего проводятся такие оперативные вмешательства, которые, в принципе, ассоциированы с высоким риском развития осложнений, это все зависит, в принципе, от качества жизни этих пациентов. Потому что если у пациента случился патологический перелом на фоне опухоли позвоночника, то, по сути, это лежачий пациент, который, во-первых, не способен передвигаться самостоятельно и постельный режим, все мы знаем, что постельный режим, он ассоциирован с высоким риском развития соматических осложнений. А во-вторых, любое движение вызывает интенсивный болевый синдром. Вот было предное исследование, которое сравнило, от чего зависит удовлетворенность после хирургического лечения пациентов с распространенными опухолями позвоночника. Со стороны пациентов зависело от возраста самих пациентов, а также от степени нейрологического дефицита. В то время как со стороны родственников пациента удовлетворенность результатами лечения зависела от выраженности болевого синдрома, а также продолжительности жизни их родственника. И в целом 4 пациента из 5 отмечали хорошие результаты после оперативного лечения. И в качестве заключения, оперативное лечение пациентов с множественной меломой позвоночника проводится при нестабильности позвоночника на фоне патологического перелома и также неврологического действия, и хирургическое лечение позволяет решить эти проблемы. Продолжительность жизни зависит от послеоперационного неврологического статуса пациента и послеоперационного лечения консервативного гематолога. И по нашим данным количество осложнений не связано с выживаемостью пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо большое за интересный доклад. Вопросы, пожалуйста, к докладчику имеются? Нет вопросов? Тогда у меня вопрос один. Вы сказали, что удовлетворенность результатами лечения у пациента и у родственников. Вы разбили там на разные категории. Я не понял, что наличие боли никак не волнует пациента после операции? Я не так понял. Это было исследование, проведенное нашими японскими коллегами, и они не нашли статически значимой разницы между корреляцией с выживаемостью болевого синдрома и удовлетворенностью по данным опросников качества жизни. То есть если у пациента после операции боли остаются или усилились, к примеру, даже его не волнует это? Он доволен лечением? Я говорю о том, что они не нашли разницы статически значимой. Конечно, если провести, возможно, более мощное исследование, это было бы показано. Для нас это достаточно очевидно, но наше клиническое впечатление, оно может быть все-таки сбито. Скажем так. Странно несколько. Мне кажется, пациента это в первую очередь волновало бы боль. Если у него болит после операции, это не то, что не родственников, именно пациента должно волновать, если у него болит. Я с вами согласен с логичностью этого заявления. Мы сами не проводили этого исследования. Я воспользовался данными наших коллег. Спасибо. Вопросы еще есть у вас? Пожалуйста. Мне все-таки не воздержаться от вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, как радиочувствительная опухоль облучения меломы в предоперационном курсе по разным показаниям, например, не улучшила бы результаты вашего хирургического лечения, но даже, может быть, с точки зрения опластики, не только купирования клинических проявлений? Вы знаете, в принципе, я отметил, что показанием к хирургическому лечению является именно нестабильность позвоночника, когда случился именно патологический перелом. И применение лучевой терапии, оно, в принципе, может иметь обезболивающий эффект, ну, как в качестве такого-то лечения, но глобальная выгода для пациента вряд ли это приведет. Другой аспект – то, что после лучевой терапии иногда возникает повышенное количество осложнений со стороны, в том числе и раны, и, скажем так, развивается рубцевой процесс в зоне операции. Это может мешать проведению оперативного лечения. В принципе, если говорить о пациентах с множественной меломой вообще, то химиотерапия и лучевая терапия – это основа их лечения. И только небольшой процент пациентов подвергается хирургии. Я показал, что у наших пациентов, вот этих 46, достаточно мало пациентов получали какой-либо вид терапии до операции. В принципе, возможно, это связано с тем, что у них возразвились эти проявления. Но сказать на 100% я не могу. Спасибо.